Некоторые в наше время задаются вопросом, является ли Абу Убайда военный представитель бригады Аль-Кассам, тем самым имамом Махди. Об Абу Убайде неизвестно почти ничего, однако мы можем лишь сравнить жизненный путь Абу Убайда с хадисами пророка, где он описывает имама Махди и его выход на мировую арену. К концу этого ролика, иншаллах, вам станет ясен ответ. В сборнике хадисов Бухарии и Муслима приводится хадис об имаме Махди, о том, что он появится и что он объявится в Мекке. И ученые подтвердят его личность на основе того описания, которое пророк Мухаммад дал относительно него. Насчет него имеется ряд признаков, у него широкий лоб, большие пронзительные глаза, худощавый орлиный нос. Также ученые приводят и другие признаки относительно имама Махди, который не позволит спутать его с кем-то еще, то есть он обладает особенными качествами. И об этом имеются достоверные хадисы от пророка Мухаммада, они приводятся в сборники Бухари, в сборнике Муслима и в других сборниках. Большинство ученых согласны с тем, что приход имама Махди станет первым большим признаком приближения конца света. Так кто же он, имам Махди? В переводе с арабского языка слово Махди означает тот, кто находится на правильном пути и побуждает других следовать правильному пути. Его зовут Мухаммад, и об этом также имеется хадис. Пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, говорит, «Его имя будет как моё имя, и имя его отца будет таким же, как имя моего отца». Итак, его зовут Мухаммад, сын Абдуллаха, и он будет похож на пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, не по внешним признакам, а своим нравам. В Коране Всевышний Аллах говорит о пророке Мухаммаде, алейхиссаляту вассалям, в суре 68, аят 4. «Поистине ты – человек превосходного нрава». Таким образом, Всевышний Аллах свидетельствует о превосходном нраве пророка Мухаммада, салляллаху алейхиссалям. И этот человек, имам Махди, будет похож своим нравом на нрав пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям. И также он сказал, он встанет во главе мусульман и будет править до тех пор, пока он не изменит мир. Он наполнит землю справедливостью и спокойствием, когда этого она была наполнена угнетением и тиранией. То есть мир будет пребывать в состоянии угнетения и тирании, а затем Аль-Махди своим знаниями, своими способностями, дарованными Всевышним и с его помощью, за короткий период времени, изменит весь мир из состояния несправедливости на справедливость, от тирании на спокойствие. То есть наступит положение, прямо противоположное прежнему. То есть с приходом имама Махди восстановится порядок. Как утверждают некоторые ученые, имам Махди уже родился, а некоторые говорят, что еще нет. Мы не знаем точно, об этом знает лишь Всевышний. Но, как уже говорилось прежде, малые признаки указывают на возможность того, что имам Махди уже родился, и лишь Всевышний Аллах знает лучше. Относительно признаков Судного дня есть такая особенность. Мы не можем с точностью привести их, полностью описать или указать точное время их свершения. Мы не можем с абсолютной точностью сказать, когда наступит какой-либо признак. Мы можем лишь в общих чертах говорить об этом. Среди арабов будет определенная группа людей с территории Аравийского полуострова, где-то недалеко от Мекки. Они услышат об имаме Махди, и они не примут его. Они скажут, что он не настоящий. Они придут с восточного направления Мекки в сопровождении армии, для того, чтобы сразиться с имамом Махди. Таким образом, первыми, с кем сразиться имам Махди, будут арабы, которые будут под знаменем ислама, но они пошли не по тому пути. По мере их приближения Всевышний заставит землю поглотить их, и они погибнут. Часть из них сразится с имамом Махди, и он победит их всех. Пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, сказал, что он сразится с потомками двух халифов. В прошлом правили многие халифы. В период Османской империи, в период правления аббасидов, фатимидов, династии Амиядов. То есть было множество правителей. И когда он говорит «потомки правителей», то лишь Всевышний Аллах знает, кто конкретно имеется в виду. Но это будут арабы, это могут быть потомки аббасидов или Амиядов. И говорится, что имам Махди победит в том сражении. Сподвижники спросили о посланниках Всевышнего. Что если среди тех мусульман, которые сразятся с ним, будут искренне верующие? Если они погибнут в ходе этой войны, то что с ними будет? Пророк Мухаммад сказал, что все они будут собраны в судный день, согласно тому намерению, с которым они умерли, даже если они были в рядах армии заблудших людей. Это станет одним из больших первых признаков прихода имама Махди. Станьте частью нашего дауата, разделив с нами награду за распространение знаний об исламе, пройдя по ссылке в описании. Да дарует Аллах победу мусульманам и да не спошлет благодать на умму Мухаммада. Саллиллаху алейхи вассалям.